Мы пойдем активно в уборку через полторы где-то недели. На данный момент у нас пока неисправны только 24 комбайна. Срок их ввода будет до 24-го числа. То же самое я вас предупреждаю. Технический осмотр является свидетельством того, что комбайны и другая техника исправны. Все остальное не принимается. У нас технический осмотр получили 78% всех комбайнов. Половина из недопущенных. Причина это просроченный лизинг. Мы сейчас активно платежи эти дополняем, выплачиваем и также будем запускать. До 26-го, до начала массовой уборки, все комбайны будут с техосмотром. Лично министр сельского хозяйства несет за это ответственность. Как ответственный за Витебскую область. Значит, с этой вот уборочной кампанией министра сельского хозяйства помощником в Витебскую область. И мне, Игорь, докладывать еженедельно о ситуации в Витебской области. Похоже, там забыли, что надо работать. Все ждут на какую-то надежду у них, что придет кто-то, деньги принесет и еще чего-то. Ты знаешь наши подходы там, должно быть реализовано. Вместе с Субботиным за это головой отвечаешь. Присаживайтесь. И определитесь по министру сельского хозяйства, Роман Александрович. На следующей неделе, чтобы была кандидатура. Мы не можем убирать хлеба, когда нет ответственного за это. Присаживайтесь. Александр Григорьевич, мы начнем активную фазу уборки уже к концу следующей недели. Это 7-10 дней. На данный момент у нас уже начали 6 районов убирать озимую пшеницу. Убрано чуть больше 300 гектар пока. Намолочено чуть больше 900 тонн. Средняя урожайность где-то 29,1 центнер. По ячменю мы убрали в процентном соотношении где-то 76% от наших посевов. Средняя урожайность на данный момент 26 центнеров с гектар. Хотя последние дни держалось 29,4 центнеров с гектара. Но собрано чуть больше 25 тысяч тонн зерна ячменя. Начали аккуратно там, где поля подошли, убирать рапс озимой. Урожайность где-то 16,4. Это приблизительно на уровне прошлого года. К уборочной, как вы уже задавали вопрос, мы готовы. У нас общий объем уборки где-то 310 тысяч гектар зерновых и 64 тысячи гектар крестоцветных. По кабайным к 24-му, к 26-му будут все готовы и пройден техосмотр, как ставилась задача. По зерносушильным комплексам у нас только один не готов. Он вводится, отрапортовали, вводится завтра. Там сварочные работы сегодня завершаются. В Докшинском районе вводится завтра. И будет все 201 зерносушильный комплекс готовы. По обеспечению кадрами у нас 471 человек расписан, как вы требуете. Каждый человек, отовсюду мы знаем, кто должен предоставить, как предоставить, когда он должен появиться. Эта цифра достаточно большая, потому что мы сюда включали и помощников-комбайнеров на случай поломки, на случай каких-то непредвиденных вещей. Поэтому с каждым человеком созваниваемся. Это и предприятие, и Министерство обороны помогает в этом году, и МЧС помогает механизаторами, кто обладает нужными навыками и документами. Поэтому все настроены на уборку урожая и на то, чтобы закладывать уже активно урожай следующего года. То есть мы рассчитываем достаточно плодотворно поработать, посеять больше озимого клина на 30 тысяч и вспыхать больше на 50 тысяч, поднять зябь. Поэтому для этого и машино-тракторный парк тоже готов. То, что вы говорите, все ламье достать из-под забора, тут мы работаем интенсивно. У нас в этом году из вот этого ламья было собрано и будут работать 38 комбайнов и 102 трактора различной мощности. Поэтому здесь очень жестко отслеживает нас и правительство, и министерство, причем с визуальным контролем. Поэтому здесь как бы тоже прогресс есть. Что касается заготовки кормов. У нас на данный момент заготовлено где-то 7,7 центнеров кормовых единиц. Мы все-таки по всем показателям 25 июня первый укос был закончен. Мы технику подготовили быстрее и более качественно и в большем объеме. Это позволило до 25 июня закончить первый укос. Особенность в том, что мы почти на треть больше убрали трав. Но урожайность, если раньше с каждого гектара получали 13 тонн зеленой массы, в этом году всего лишь 6-7 тонн. Поэтому вот такой вот провал по кормовым единицам, по кормам. Но у нас в каждом районе, а в районе в каждом хозяйстве имеются программы, как недостающую часть кормов будут они все добавлять. То есть дорожная карта написана на каждый случай. Мы рассчитываем, что мы за второй укос соберем где-то 8,5 кормовых единиц. У нас пересеяно в этом году почти 16 тысяч промежуточных культур. Мы на это рассчитываем. Сейчас начинаются дожди и они начинают сходить. Даже те, что посеяны были несколько недель назад. Ну и рассчитываем на кукурузу. Поэтому не ниже прошлого года 25 сантиметров кормовых единиц мы планируем собрать. Как минимум. В прошлом году было 25,11 сантиметров кормовых единиц. Вот вкратце ситуация в агропромышленном комплексе. Ну, должен сказать, Александр Михайлович, меня уже радует, что вы четко разговариваете, употребляя аграрные термины. Значит, толк будет. Вы уже от интеллигентского преподавательского языка отходите, а становитесь на рельсы настоящего технолога в сельском хозяйстве. Ну, наверное, рядом сидящий человек там не отдыхает. Спасибо ему. Я еще раз говорю, что это редкий случай, когда человек с большой должности пошел в области, работает. Хотелось бы, чтобы вы приняли нового помощника, но спокойной жизни вам не будет. Вы же понимаете, что я не в ссылку отправляю брило, а для того, чтобы все-таки мы Витебскую область поставили на ноги. Он знает, что делать. Ну, это мы отдельно с ним будем говорить о его работе, но спокойной жизни там не будет. Ну, и прямая связь у него будет со всеми теми, с кем он сегодня работает на равных. Я имею в виду министры, члены правительства, хотя и вы человек, там, не с луны свалившийся, проработавший в правительстве достаточно времени. Но имейте в виду, что ни у Исаченко, ни у Крупко, ни у вас отступать вам некуда. Все. Отступать некуда. Восточные области должны давать прогресс. Они должны развиваться и давать нормальную динамику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...